История Лены Гончаровой во многом поучительна. Молодая девушка, получив наследство квартиру в Смоленске, продала ее и вместе с сожителем уехала в Подмосковье. Походы в бары, покупка спиртного, деньги таяли на глазах. Ее нашел участковый врач 2-й районной больницы. Парализованная, истощенная, Лена лежала в сарай и доживала свои последние дни. Сегодня она понимает, что судьба дала ей второй шанс. Данная моя ближайшая мечта – это встать на ноги, устроиться на работу, накопить денег и купить дом или квартиру, свою. Потом уже думать о семье. Несмотря на то, что Лена была без документов, ее положили в больницу и начали лечение. Врачи боролись за жизнь девушки. Способность ходить – главная задача, которую медики поставили перед собой. Пациентка поступила к нам в тяжелом состоянии, то есть она не могла ходить, не могла двигать конечностями, самостоятельно передвигаться. И она поступила сюда в таком состоянии. Здесь проводилась антиоксидантная терапия, нейрометаболическая терапия. И на фоне проводимого лечения состояние ее значительно улучшилось. Она стала и руками двигать, и ногами. Лена встала. Не просто встала, она пошла. Уполномоченный по правам человека в Одинцовском районе Наталья Байрамова со слезами на глазах смотрит, как девушка делает первые шаги. Именно Наталья Юрьевна помогла восстановить документы Гончаровой. Нашла и договорилась, чтобы дальнейшую реабилитацию Лена проходила в специализированном лечебном учреждении Смоленской области. Леночка, я еще раз тебя поздравляю с тем, что у тебя появился новый паспорт, документы у тебя в порядке теперь. Ты теперь у нас уже на ножках стоишь. Я хочу, чтобы ты окрепла. И мы все тебе желаем только добра. И в будущем, пожалуйста, тот опыт, который ты приобрела, ты дороже этим бесценным опытом. И не повторяя больше такого, да, мы надеемся, что у тебя в жизни все будет хорошо. Мы тебе этого очень желаем и ждем, чтобы ты нас порадовала. Никогда вот такой поддержки не было от посторонних. А тут у меня просто даже нет слов. Вот только спасибо, что есть еще такие люди. Все, кто помог Лене Гончаровой встать на ноги, сегодня хотят только одного. Чтобы девушка усвоила этот урок. Ей всего 23 года. Впереди целая жизнь. Но всего этого может не быть, если она снова возьмется за бутылку. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.